Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором всегда вас ждет свежее видео по танкам. Как только что-то появляется, сразу снимаю об этом обзор, поэтому если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и буду благодарен вам за лайкос под данным видео. И вышла рулетка, от которой у меня, честно говоря, отчасти мозг завернулся, потому что оно очень дорого и совсем необъяснимо. Рулетка на КПЗ 50 тонн. Что она собой представляет? Это такая себе сборная солянка, в которой вы будете делать прокруты частично за кружки, а частично за золотом. Где брать кружки, я думаю, вы знаете, покупать соответствующие наборы в магазине за реальные деньги и там эти кружечки получать. Причем наборы, я бы не сказал, что действительно являются дешевыми. Я посчитал, сколько чего обойдется и посмотрел плюс-минус, сколько чего надо для того, чтобы эту рулетку прокрутить до конца. Суммарно 21 прокрут. Через каждые 2 прокрута вы будете крутить за кружки. Внутри каждых вот этих вот расстояний между кружками две одинаковых цифры по голде. Два раза по 250, два раза по 500, два раза по 1000, два раза по 2 косаря, по 3 косаря, 3,5 тысячи два раза и два раза по 1700 золота. Итого получается только голды. В эту рулетку необходимо влить 23 900. Ну а в отношении кружек тоже посчитал и получается, ребят, 1850 кружечек необходимо для того, чтобы можно было добраться до КПЗ 50 тонн, если он выпадет вам последним. Если мы зайдем с вами в магазин и посмотрим, что такое 1850 кружек, в случае, если вы их потратите именно в магазине, то или вы покупаете себе вот такой вот набор из 5 закрытых контейнеров вместе с 5 ключиками, либо вы покупаете себе, немножечко доплатив, а именно 150 кружечек, покупаете себе 10 черных ящиков, из которых наберете голды, гарантом забираете себе какой-нибудь немецкий танк, причем немецкие танки тут довольно-таки неплохие, опять-таки, с тем же самым КПЗ 50 тонн в виде шансов выпадения, ну и плюс к тому берете себе два вида бустеров, одни из которых на голду. Короче говоря, есть варианты потратить данные кружки на что-нибудь другое. Ну а если прям уж совсем психанете, то можете брать себе, допустим, наборы с контейнером, собери их все, коих здесь 3 штучки, по 250 кружек, ну и дальше делите 1850, а точнее стоимость прокрута рулетки в кружках, на какую-нибудь из этих наборов. Короче говоря, куда потратить эти кружки, в принципе, есть. И рулетка сама по себе вроде бы интересная, но здесь возникает несколько вопросов. Если вдруг рассматривать данную рулетку как недешевую, а она, в принципе, дешевой не является, то у меня сразу возникает вопрос. Первое. Ну зачем ложить уже в эту рулетку с таким ценником контейнер с обвесом и контейнер с атрибутом ангара? Я считаю, что это немножко перебор. Положите лучше сюда мистический какой-нибудь контейнер, положите сюда какой-нибудь контейнер бомбический, я не знаю, дополнительный. Или наоборот, положите сюда помимо бомбического еще мега контейнер, хотя бы один. Но это мое скромное мнение. Второй вопрос, который меня интересует. Почему здесь два легендарных внешних вида? Нет, я, конечно, понимаю, что каждый игрок имеет право выбора, что ему одеть на КПЗ 50 тонн, если он все-таки его достанет. Но все же, зачем два? Просто для того, чтобы слоты занимать? В общем, вопросов очень много. Меня заинтересовали еще два контейнера, а точнее бочка и контейнер, которые появятся 27 числа в сливе ресурсов. И про это говорили разработчики. Так вот, ребят, в контейнере филигранный вы можете достать себе Бизонте С-45. Машина, кстати, довольно неплохая. Мне нравится, если относиться к нему как к среднему танку, а не тяжу, то в целом очень даже приятно. Также можно пособирать себе сертификатики на Т-44-85 и на Матильду Блэк Принц, за которые, если мне память не изменяет, в случае, если вдруг они есть у вас в ангаре, вы получите компенсацию серебром, поскольку это премиумные тачки. Ну а в отношении револьвера, то за револьвера получите компенсацию голдой. Стоит также отметить, что шансы выпадения вот этих вот сертификатов, понятное дело, отличаются. И как вы видите, на револьвера шансы существенно меньше, нежели на две предыдущих машины. Шанс выпадения самого Бизонта составляет 0,25%, что я лично считаю шансов довольно маленькими, ничего плохого не было бы, если бы здесь шанс выпадения был ну хотя бы полтора процента, тогда эти контейнеры были бы немножечко поинтереснее. А так, скорее всего, из этих контейнеров пособираете себе всякого рода вот эту вот всю дребедушку, типа бустеров, кому флижей атрибутов ангаров, и на этом дело закончится. В отношении бочек, бочки мне понравились гораздо больше. В бочках дофигища разных танков, есть возможность получить себе легендарные внешние виды, есть возможность забрать себе те же самые бустеры, которые, в принципе, могут пригодиться. Есть несколько вот таких вот интересных аватаров, причем мне почему-то кажется, что аватарчик анимированный, возможно, можно будет обменять недешево и на что-нибудь действительно интересненькое. Намекаю на голду, но здесь проверенной информации у меня нет. Короче говоря, в целом, вот эта вот бочка очень даже неплохо, и ради вот этих вот бочек я, в принципе, и жду слив ресурсов. Да еще и хотелось Рамф Панзера оттуда забрать, потому что его в коллекции нет. Ну ладно, все это совсем большая и другая история, которая у нас откроется 27 числа, и, понятное дело, с меня будет отдельный обзор. Что я могу позволить себе в данной рулетке? С учетом того, что у меня 225 кружек, я могу крутануть данную рулетку не более чем до четвертого прокрута. По одной простой причине, потому что для того, чтобы пойти дальше, и я, в принципе, готов был бы пойти дальше, мне не хватает всего 25 кружек, а задонатить нет технической возможности. Приобрести кружки в магазине за золото разработчики возможности не предоставили. Хотя я считаю, что это тоже не совсем справедливо, и можно было бы дать возможность приобретать себе какие-нибудь, пускай дешманские наборы, за голду я имею в виду не за большую цену, и давать там хотя бы по каких-то 10-15 кружечек дополнительных, чтобы все-таки можно было до чего-то дотянуться, если вдруг, как в моем случае, какой-то големы совсем не хватает. Ну что, ребят, давайте покрутим, и в отношении, кстати, шансов. Шанс выпадения главной награды 0.13%. Самые высокие шансы выпадения сейчас это x5 опыта. Я больше чем уверен, что я эти x5 опыта себе заберу за кружечки. В лучшем случае я за кружки получу себе контейнер «Собери их все». Ну а дальше, как видите, шансы выпадения на что-то плюс-минус годное, как, допустим, я не знаю, ну тот же самый камуфляж 0.29%. Контейнер филигранный 10%. Возможно, опять-таки, сейчас мне игра даст возможность этот контейнер открыть, для того, чтобы я его вкусил, попробовал. Ну и, соответственно, 27-го числа у меня было больше желания сливать свои ресурсы именно на эти контейнеры. Ну что, ребят, давайте будем начинать после долгого вступления, но более коротким, поверьте, я его сделать не мог, потому что мне хотелось поделиться своим честным мнением по поводу данной рулетки. Забираю иксы. Вообще неудивленный, в принципе, об этом говорил. 100 кружек было слито на x5 в количестве 3 штучек. И, кстати, обратите внимание, их сюда положили целых 5 раз. И теперь давайте посмотрим на шансы. Шансы те же самые. Ничего не поменялось. Да и, в принципе, после одного прокрута такого произойти не могло по определению. Дальше делаем два прокрута по 250 золота. И, к сожалению, на этом останавливаемся. Что мы получаем? Мы получаем собери их все. Опять-таки, про этот контейнер с его шансами я говорил. И говорил, что, скорее всего, заберу его в том числе. Что получаю из него? Большое, огромное, я бы даже сказал, ничего. И целых двух еще талисманов мне не хватает, для того, чтобы можно было вернуть себе тысячу золота. Ну, а достать два контейнера не получится точно. А теперь главная интрига. Последний мой прокрутый. И что я получу? Х5 или все-таки собери их все? Прокручиваем. Я ставлю ставку на Х5. Если выпадет что-то другое, я буду просто в шоке. Вот так вот. Контейнер, собери их все. Открываем контейнер, собери их все. И опять получаем большое, красивое, ничего. Что у меня получилось? У меня получилось, я слил 100 кружек. Остался со 125 кружками, которые мне деть просто некуда. Потому что в магазине ничего за них купить не могу. А прокрут стоит 150 кружек. Пробуем прокрутить. Нет, видите, для совершения покупки необходимо еще 25 кружечек. Подтверждаю. Ну, если бы хотя бы голдой домазать можно было. Ну, ладно, тогда крутили бы. Короче говоря, остался со 125 кружками. Ни черта отсюда не получил. И мне интересно ваше мнение по поводу данной рулетки в комментариях. Да и плюс к тому, было бы неплохо, чтобы вы написали, сколько конкретно прокрутов смогли совершить по данной рулеточке вы. Стараюсь специально для вас. Снимаю абсолютно честное видео, в которых высказываю абсолютно честное мнение по поводу того, что в нашей игре происходит. Если вы за честность автора на его канале, если вы за то, чтобы вам не рекламировали все, что только можно рекламировать, подписывайтесь на данный канал, обязательно жмите на колокольчик, и очень буду благодарен вам за ваш лайкос под данным видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в 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 Добро п